Доброго времени суток, уважаемые любители шахмат! В этом видео мы с вами рассмотрим шестую партию матча за звание чемпиона мира между Магнусом Карлсоном и Фабианом Каруаной. На этот раз соперники выдали настоящий многоходовый триллер, партию, которая интересна во всех отношениях. Итак, Карлсон играл белыми и в этом поединке в дебюте случилось то, чего ожидали многие. Карлсон, наконец, пошел пешкой от короля на два поля, Е4. Конечно, все, и в том числе Магнус Карлсон, понимали, что в ответ, скорее всего, может последовать русская партия. На самом деле, Фабиана Каруана на протяжении 2018 года не раз отстаивал этот дебют за черных и набрал немало важных очков в этом дебюте. Итак, Е5 играет Каруана, Кф3, Кф6 на доске стартовая позиция защиты Петрова. Но и здесь, конечно же, основной интерес представлял тот вариант, который Магнус Карлсон заготовил в ответ на русскую партию. Конь бьет Е5, Д6, пока ничего необычного. Но и в этой позиции Магнус Карлсон удивил всех, сыграв Конь Д3. Нужно сказать, что в этой позиции из всех возможных отходов Коня, классическая Конь Ф3, атака Паульсона, также интересный гамбит Кохрана, ход Конь Д3 является наименее популярным. В чем же идея отхода Коня на поле Д3? В этом случае белые могут сыграть Ферзь Ф3 в ряде вариантов. Ну а также здесь есть маневр Конь Ф4 при положении черного Ферзя на Е7. В дальнейшем может последовать Конь Д5 с ударом на Ферзя и на пешку Ц7. Так в партии и случилось. Каруана забрал на Е4 и далее последовало Ферзь Е2, Ферзь Е7. Знакомые мотивы, которые возникают в русской партии в случае отхода Коня на Ф3, также есть вариант с ходом Ферзь Е2. Ну и здесь как раз самое время вспомнить партию Первоисточник, в которой впервые белые сыграли Конь Д3. Оказывается, это поединок весьма известных шахматистов Игоря Глека и Василия Иванчука. Они так сыграли в Пинске в 1986 году. На самом деле удивительно, что такой ход как Конь Д3 сделали только в конце 20-го столетия и раньше никому в голову не пришло сюда поставить белого коня. Но нужно сказать, что на идею Игоря Глека обратили внимание сильные шахматисты. Например, так однажды сыграл грицмейстер Иван Попов, ну а также Наталья Погонина. Она дважды сыграла Конь Д3, один раз сыграла в ничью, а второй раз даже сумела победить. И вот здесь как раз основным планом за белых является фенкетирование чернопольного слона. После Б3 Конь Ц6 есть ход Слон Б2, ну и дальше на Слон Ф5, как раз в партии Погониной, было Конь А3. Довольно связная игра белых. Мы видим, что белые не загораживают диагональ А1, А8. Ну и дальше против Татьяны Молчановой эта партия продолжалась так. Длинные рокировки, Ф6, далее на ход Конь Ц4, черные сыграли бесхитростно Конь Е5. Это первая ошибка. Погонина отошла на Е3, напав на слона. Тут нужно было отходить на Ж6, но после хода Слон Д7 сработала известная идея. Размен на Е5, ну и далее Конь Д5. Одновременно нападая Конем на Ферзя и Ферзем на Коня Черных. После отхода Ферзя потерялась фигура, ну и в дальнейшем Погонина легко реализовала перевес. Ну а в партии первоисточники Глег сыграл экстравагантно. Пошел Ж4. Гулять так гулять, видимо, подумал Игорь Глег. Ну и тут Иванчук скромно отошел на Д7. Слон Ж2. Такой расширенный фенкетто в стиле дебюта гроба. Ну и далее рокировка. Белые не забрали на Е4, ни Ферзем, ни Слоном. Понимая, что там будет дальнейшим ладья Е8. И черные отыграют фигуру. 2-0 сыграл здесь Глег, Конь Ц5 и партия перешла в Эншпиль. Взяли-взяли. Конь бьет Ц5, ДЦ ладья Е1. Черные поставили слона на Ф6, вынудили размен. И в дальнейшем пришлось отдавать слона на Ц6. И после Слона Ц6 Иванчук доказал преимущество слона над конем в открытой позиции. И ту партию выиграл. Но, видимо, Карлсон более подробно проанализировал это продолжение и сыграл Конь Ф4 с идеей пойти Конь Д5. В дальнейшем как раз подвисает Ферзь и пешка на Ц7. Данное положение лишь однажды встретилось в партии малоизвестных шахматистов. Там черные сыграли Ц6, предупредив выпад белого коня. Но в поединке Карлсона и Каруаны последовала Конь Ц6. И удивительно, что в партии чемпионата мира всего лишь после шестого хода возникла позиция, ранее на практике не встречавшаяся. Сейчас в партии начинается настоящее коневое танго. И Карлсон, и Каруана искусно действуют своими конями, нападая на фигуры и пешки соперника. Итак, Конь Д5. Белые первыми нападают на Ферзя черных и при этом держат под прицелом коня на Е4. Поэтому контрудар Конь Д4 практически вынужден. Белые забирают на Е7, черные отвечают также взятием Ферзя. Ну и в данной позиции Карлсон пытается оставить как можно больше фигур на доске и отходит конем, при этом создавая угрозу взятия на Ц7. Черные отвечают тем же. Коня Т3, защищая пешку. Черные также отходят конем и защищают пешку на Ц7. Обратите внимание, 6 из последних 7 ходов в этой партии были сделаны исключительно конями. Ф3 играет Магнус Карлсон, проконяя черного коня из центра и создавая удобную стоянку для своего короля на поле Ф2. Конь 4, Ц5, Д4. Белые снова нападают на коня. Тут понятно, брать на Д4 нельзя, потому что последует конь Ц7. Поэтому приходится отходить конем аж на Д7. Ц3. Белые выстраивают достаточно прочную пешечную цепочку на ферзьевом фланге. Черные играют Ц6. Прогоняют белого коня из центра и далее конь Ф4. Конечно, Карлсон хочет разменяться на поле Ф4 и вывести своего слона, но Каруана противится. Играет конь Б6. Слон Д3. Магнус Карлсон развивает белопольного слона и далее Д5. Пешечная структура симметрична, но в то же время маневры фигур весьма нетривиальны. Белые играют конь Ц2. Далее слон Д6. Конь сейчас под ударом, поэтому происходит размен и король становится на подготовленную позицию Ф2. Каруана играет Х7-Х5, захватывая пространство на королевском фланге. Черная пешка хочет двинуться еще дальше, поэтому логично Х2-Х4. Конь Ц8. Очень интересный перевод коня. Конь Е3. Белые борются за пункт Ф5, а черные туда белую фигуру не пускают. Ж3 сыграл Магнус Карлсон и в данной позиции претендент играет весьма амбициозно. Он вполне мог стоять ходом король Д7. Любой другой грамотный ход тоже ничего не портил. Но после хода Ц5 Каруана борется за инициативу. Конечно, в этой ситуации совершенно нет смысла брать на Ц5, ввиду слон Ц5 и черные связывают коня, хотят продвинуть свою изолированную пешку. Белым не удается заблокировать изолятор в центре и таким образом черные получают более свободную игру. Поэтому слон Ц2 сыграл Карлсон, задумав перейти на Б3, где он будет атаковать пешку на Д5. В то же время давая возможность одной из ладей защищать пешку Д по вертикали. 2-0 сыграли черные, ладья Д1, ладья ФД8. Белые здесь предпринимают достаточно логичный план, они играют конь Ж2 с идеей разменять чернопольных слонов. Конечно, если пешки Д останутся на доске, то именно белым размен чернопольников на руку, поэтому черные забирают сначала на Д4. Тут, конечно, ни о каком взятии ладьей не идет речи, ввиду слон Ц5, поэтому нужно брать ЦД. По-прежнему симметрична пешечная структура, но линия Ц вскрылась, поэтому черные первыми нападают на слона ладьей, слон Б3 и конь Ц6. Далее, слон Ф4. Белые проводят план размена слонов, но конь А5, нападая на слона Б3. Ладья ДС1 и в данной позиции компьютер пишет о том, что можно вполне забрать на Б3 и после АБ разменяться на Ц1 и отойти слоном на Б4, приглашая белую ладью вторнуться на седьмую горизонталь. Действительно, только компьютер может вот так защищать эту позицию за черных. После ладья Ц7, слона А5 отдают черную пешку, фактически они жертвуют ее для того, чтобы завлечь ладью на неактивную позицию. И после слон Б6 с нападением на Д4 и слон Е3, черные перехватывают линию Ц, ладья Ц8, конь Е1, прикрывая поля вторжения и далее слон Ф5. В этой позиции более свободное расположение черных фигур дает им полнейшую компенсацию за отданную пешку. В принципе-то эту лишнюю пешку белых здоровой, назвать язык не поворачивается, она сдвоенная и совершенно белым не приносит никакой пользы. Но черные сыграли по-человечески, слон Б4, избежали размена чернопольников, конечно А3 играть нельзя, слон на Б3 подвисает, поэтому слон Д1. Далее, конь Ц4, нападая на пешку Б2, Б3 и конь отходит на А3, при этом блокируя пешку А2. Идет борьба за линию Ц и Карлсон понимает, что нужно райно или поздно разменивать тяжелые фигуры. Взяли-взяли, далее ладья Ц1, но Каруана не меняется. Он играет конь Б5 и нападает на пешку Д4. Карлсон забирает на Ц8 с шахом, слон Ц8, ну и в данной позиции конь Е3. Соперники борются весьма активно и предпочитают контратаку пассивной защите. Конь Ц3, защищая на Д5 и нападая на слона и пешку А2. Конечно, размен черного коня на слона белых даст в итоге черным преимущество двух слонов, поэтому Карлсон отходит слоном на Ц2. Ну и здесь понятно, брать на А2 нет смысла, ввиду того, что теряется важная пешка на Д5, и белые уже будут обладать проходной в центре. Поэтому слон А3, снова блокируя пешку на А2, в этот раз слону. Слон Б8 играет Карлсон, А6 и далее следует ход Ф4. Карлсон не смиряется с ничьей, хотя, конечно, и Каруана тут ничью не хочет делать, но вот этот план с продвижением белой пешки вперед по линии Ф весьма рискован. Слон Д7 играет черный, Ф5 и далее слон Ц6. Таким образом, Каруана освобождает от защиты пешки Д5 своего коня и готов забрать на А2. Но следует ход слон Д1 с нападением на А5. И в этой ситуации вполне можно было забрать на Д1, но после конь Д1, Ф6, важно затормозить эту пешку, потому что в распоряжении белых была позиционная жертва путем Ф5, Ф6. Ну и теперь белые могут сыграть конь Е3, нападая на пешку Д5 и сковывая защитой этой пешки белопольного слона черных, а в дальнейшем поставить слона на А7. И сразу совершенно не видно, как эту крепость можно пробивать. Поэтому Каруана решил сыграть иначе. Он пошел слон Б2 и прицелился к пешке Д4. Слон бьет А5, конь Е4 шаг, соперники миновали контроль и далее король Ж2, слон бьет Д4. Черные отыграли пешку, получили проходную в центре, напали на коня. Слон Ф4 защита. Каруана отводит слона на С5 и хочет продвинуть свою проходную вперед. В опасности окажется также и белый король, который будет находиться под рентгеном белопольного слона черных. Но в этой ситуации Магнус Карлсон, понимая, что здесь он уже борется с нарастающей инициативой претендента, рассчитал очень точный и перспективный вариант с жертвой фигуры. Слон Ф3 сыграл чемпион мира. Ну и в данной позиции ход Д4 ничего особо черным не дает. После конца 4 надежный блок на Д2 не дает этой пешке продвинуться вперед, в то же время как она может стать слабой. Потому что белый король ближе к ней, чем король черных. Но Каруана играет конь Д2 и начинается очень интересный форсированный вариант. Сейчас угрожает взятие на Ф3, впоследствии будет сделан ход Д4, поэтому здесь белые как раз и забирают на Д5, жертвуя фигуру. Конечно, в данной позиции можно было защищаться пассивно. То есть пойти конь Ф1, тогда забираем на Ф3, король бьет Ф3, Д4, шаг и король Е2. Но это положение, конечно, более перспективно для черных. Например, слон Е4, нападая на пешку, Ж4, Ф6 и далее на ход конь Ж3, слон Б1. Оказывается, что можно пойти король Д2. Ну и здесь на взятие на А2, конь Е4 с нападением на слона, слон А3, король С2, арестовываем белопольного слона черных. Ну и дальше вот указанный маневр чернопольного слона белых может привести к выигрышу пешки. Ну а если в данной позиции сыграть слон Б4, то, конечно, мы понимаем, что по-человечески после король С1, слон Д3 бороться здесь за ничью белым очень и очень трудно. Потому что слоны все-таки здесь довольно сильны. Проходная пешка Д, того и гляди, проскочит Ферзи. В этом положении совершенно нет никакой ясности. А чемпион мира нащупал очень точный вариант. Он бьет на Д5. Далее следует ход. Слон бьет Е3, выбивая опору из-под ног белопольного слона белых. Сейчас, конечно же, взятие на Е3 ничего не дает. Ввиду слон бьет Д5, шаг, и черный остается с лишней фигурой безо всякой компенсации со стороны белых. Поэтому белым нужно брать именно белопольного слона на С6. Далее слон бьет Ф4 и слон бьет Б7. Тем самым, уходя из-под боя пешки и нападая еще на одну пешку черных. Фигура черных под боем, поэтому слон Д6 играет Каруана и слон бьет А6. Форсированный вариант, рассчитанный чемпионом мира, закончился. И на самом деле, оказывается, что предыдущими ходами он не пожертвовал фигуру, так как имеет три пешки за коня соперника. Но сейчас черные имеют возможность одну из пешек быстро отыграть. И Каруана, конечно, в этой позиции, имея большой запас времени, играет очень точно. Он ставит коня на Е4, нападая на Ж3. И после Ж4 уже в который раз блокирует пешку А2 ходом слона А3. В дальнейшем конь становится на С3, пешка на А2 незащитима. Карлсон в данной ситуации принимает великолепное практическое решение. Он понимает, что отдаленная проходная пешка А будет сильнее, чем пешка по вертикали Б. Поэтому ставит слона на С4 и после короля Ф8, Ж5, конь С3 отдает пешку Б. Взятие и далее король Ф3. Конечно, здесь имел место и конкретный расчет вариантов, и более общее рассуждение. Магнус Карлсон понимал, что крайняя пешка для борьбы против коня наиболее пригодна. Конь А4, играют здесь черные, далее слон Б5, конь С5 и белые ставят пешку на А4. Конечно, на доске очень мало пешек и фигур, и любой ход может стать существенной ошибкой. Но эта позиция весьма статична, поэтому испортить свое положение ни Карлсон, ни Карлона не рискуют. В данной позиции черные предпринимают весьма ответственное решение ставить свою пешку на Ф6, тем самым уменьшая количество пешечного материала на доске. Возможно было слон Е1, хотя в этом случае белые, по-видимому, строили неприступную крепость. Х5 сыграл бы Карлсон и далее на ход Ф6, король Ж4. Слон Д2, Х6, именно вот этот прорывчик, сейчас угрожает Х7, и белые даже выиграть могут эту партию, поэтому нужно бить. И здесь Ж6. Создают белые в своем лагере защищенную проходную по линии Ж. Здесь следует отметить то, что наличие на доске разнопольных слонов на руку защищающейся стороне. Разменять белопольника белых, черные никак не могут, и здесь строится крепость как раз по белым полям. Что делать черным? Слон Е1, контролируя продвижение проходной пешки А, далее Король Х5, нападая на пешку, Х6, защита, Король Ж4. Белые просто стоят, а что могут сделать черные? Например, Конь Е4, Король Х5, Конь С3. И здесь оказывается, что можно и не отходить слону. После хода Король Ж4, если черные заберут на Б5, то позиция будет уже совсем ничейная. А, Б, слон Ф2, Король Х5, ну и как здесь выигрывать, совершенно непонятно. Слон привязан к диагонали Ж1, А7, ну а черный король к сильной пешке Ж6. Ну а если сыграть Конь Д1, не размениваться на Б5, то белые просто стоят. Конь Е3, слон Д3, защищая пешку слоном, но эту позицию пробить не удается. Поэтому Каравана, видимо, здесь сделал ход Ф6, пытаясь видоизменить позицию. Пешечная структура сейчас может принять те или иные очертания, и вероятность ошибки соперника, то есть Магнуса Карлсона, здесь возрастает. Но Король Ж4, Конь Е4, Король Х5, слон Е1, привязываясь к пешке Х4, слон Д3. Белые пока не размениваются на Ф6, черные также не меняются на Ж5. Конь Д6 играет претендент, и здесь Магнус Карлсен с серией точнейших решений в итоге сводит эту партию к ничьей. Он жертвует свою проходную пешку А, отвлекая слона с диагонали Е1, Х4. Далее разменивается на Ф6, и ходом Король Ж6 хочет забрать последнюю пешку черных. Конечно, с исчезновением этого пехотинца растают и надежды черных на победу. Поэтому слон Д8, защищая слоном эту пешку, и в данной позиции белые делают сильнейший ход Король Х7. Карлсен просто стоит на месте, в то же время как неуместная активность ходом Х5, и губила всю партию. Король Ж8, Х6, Король Х8, Х7, и оказывается эта позиция уже проиграна. Здесь даже невероятный матовый финал возможен. Конь Б7, слон С4, конь С5, черные просто подходят к белому королю. Ну а если белые просто стоят, конь Д3, слон Б3, то следует шаг. Король должен отходить на поле Х6, продолжая контролировать пешку. Но оказывается, что он здесь в клетке. Поля Ж5, Ж6 и Х5 контролируются черными фигурами. Далее слон Е7 и угроза мата слон Ф8 неотвратима. Но, конечно, это кооперативный вариант. Король Х7 сыграл Магнус Карлсен, и он просто стоит на месте. Пешку на Ф5 защищает слоном, что могут сделать черные? Конь Ф7, слон С4, конь Е5, слон Д5. Слон А5 сыграл Каруана, далее Х5. Карлсен все-таки продвигает свою крайнюю пешку. Слон Д2, слон А2, конь Ф3, слон Д5. Карлсен демонстративно стоит, Каруана пока ничего не может сделать. Король Ж6 и такой ход тоже есть. Далее слон Ж5, слон С4, конь Ф3, король Х7, конь Е5, слон Б3, конь Ж4 и слон С4. Карлсен просто стоит, Каруана пытается нападать на слона, но слон отходит весьма грамотно. Защищает пешку. Конь Ж4, слон С4, конь Х6, король Ж6. Вот в такую кучку сбились фигуры, но каждый знает свой маневр и черные ничего не могут поделать. Король Е7, слон Б3, король Д6, обходной маневр короля ничего не приносит. Слон С2, король Е5 и слон Д3. Теперь пешка на Ф5 под двойной защитой и двойным нападением. Король Ф4, слон С2, конь Ж4, слон Б3. Ну и здесь в отчаянии черные сыграли конь Е3, пытаясь хоть как-то изменить эту позицию. Карлсен 80-м ходом продвинул свою крайнюю пешку и после хода слон Б6, эта титаническая борьба закончилась заключением мира. Действительно, в этом положении после король Б6 и любого взятия на Ф5, белые легко делают ничью, просто занимая своим слоном одну из диагоналей, контролируя продвижение черной пешки. Уже не говоря о том, что у белых явно будет время для того, чтобы поактивнее поставить своего короля и сделать ничью неизбежной в этой партии. Вот такой довольно интересный затяжной поединок Карлсена и Каруаны. Действительно, соперники пробовали на прочность нервы друг друга и мастерство в Эншпиле. В какой-то момент казалось, что Каруана даже переигрывает Карлсена, но точной жертвой фигуры Магнус Карлсен форсировал фактически ничью. Заранее сумел он предугадать, что та позиция является безопасной. И по секрету вам скажу, что шахматные движки на сайтах прямой трансляции говорят о том, что соперники вот в этой партии, в которой было 80 ходов, не сделали ни единой ошибки. Фактически неточностей даже в этой партии не было. То есть мы с вами стали свидетелями борьбы идеального характера. Итак, закончилась шестая партия, а с ней и позади первая половина матча. Какие мы можем сделать промежуточные выводы? Все шесть партий закончились в ничью, но в то же время радует достаточно широкий дебютный репертуар Магнуса Карлсена. Он в трех партиях, играя белыми, попробовал и Д4, и С4, и Е4. Но Карлана демонстрирует отличную дебютную подготовку, не давая шанса чемпиону мира на получение дебютного преимущества. Конечно, чем ближе финиш, тем интереснее будет становиться игра. В какой-то момент один из соперников может рискнуть сыграть ва-банк, но и при этом одна ошибка может стоить титула чемпиона мира. Во всяком случае, вторая половина этого матча должна быть более интересна, чем первая. Мы с вами делаем небольшой перерыв, один день отдыха, ну и впоследствии соперники снова сядут за доску. Ну а я надеюсь, что данное видео вам понравилось, поэтому не забывайте ставить лайки, пишите свои комментарии, подписывайтесь на канал Шахматы для всех. Спасибо за внимание, до свидания.